Станок выполняет задание компьютера. Лазер вырезает металлические детали. Постоянно нужно держать палец на паузе. Если что-то идёт не так, ты паузу нажал, и всё остановилось. Это я подготовил на другом компьютере, эти заготовки, файлы, настроил параметры реза и так далее, чтобы всё подходило под наши параметры. Сюда прихожу, флешку вставил, заготовку загрузил, и всё, началась резка. Владислав – студент. Сейчас он работает над конструкцией, которая сможет спасти сотни тысяч жизней. Это где-то часов 6-7 одна капсула режется, и потом один день требуется, чтобы её согнуть. Это похоже на кабину фуры, но если кабина гнётся от обычного удара молотком, то эта капсула жизни устоит, даже если на неё одновременно упадёт более 30 легковых автомобилей. Капсула жизни уже прошла испытание. Бетонная плита с 9-метровой высоты падает на конструкцию. Разработчик тем временем находится внутри. Выходит оттуда невредимым. Если сложится здание, многоэтажка, капсула выдержит. На неё не придётся весь вес здания. Она частично разойдётся по сторонам, частично будет друг друга поддерживать. Капсула способна выдержать только осколки до 5-ти миллиметров. Она не рассчитана на прямое попадание. Капсула жизни — это некий конструктор, который несложно собрать. Металл толщиной в 5 миллиметров разработчик закупает в Турции. Это разборная металлическая конструкция. Она монтируется из элементов с помощью болтовых креплений. Вес самой тяжёлой детали всего 45 килограмм. Это как металлический детский конструктор. И, конечно же, эту капсулу можно устанавливать где угодно — в частном или многоквартирном доме. Она пристёгивается к несущей стене. Она не вылетит с этажа, а если что, сложится полностью со зданием. Если вы видели, как складывается дом, то он складывается постепенно. И вся нагрузка этого здания никогда на 2 квадратных метра этой капсулы не попадёт. Поэтому, когда говорят, что капсула упадёт вместе со зданием, это не так. Даже если будет пожар, капсула не превратится в печь. Она будет обшита огнеупорными материалами внутри и снаружи. Пожароустойчивость до 30 минут. Она только нагреется, она не раскалится. Но никто не отменял, и настоятельно рекомендую иметь огнетушитель на всякий случай. Кислородный баллончик, респиратор, лучше противогаз, какие-то продукты питания. А что со связью? Связь есть, убеждает разработчик. Когда я проверял наличие связи в капсуле, она стояла здесь, у меня в цеху. Но в некоторых местах нет связи, и она находилась как раз в том месте. Сейчас её передвинули. Связь есть. Выбраться из неё можно не только через входную дверь. Заклинила дверь. В дверях будет аварийный люк, который откручивается, и человек сможет самостоятельно выбраться. Дополнительно будут ещё два люка по сторонам. Также есть маленькие люки для скорой помощи какой-то. Аварийный люк будет всего на восьми болтах. Человек имеет внутренний инструмент. Это будет прописано в рекомендации. Также продуманы некоторые примочки для спасателей. Если капсула полностью будет засыпана, её можно будет зацепить за некоторые элементы и вытащить. Либо краном, либо трактором. Капсула жизни стоит относительно недорого. Есть уже заказы на неё. Субтитры подогнал «Симон»